МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Ольга Дмитриева и Елена Краева. Вы смотрите Утро на ОТВ. И сегодня в нашей программе вы увидите региональная программа. В Одинцовском округе продолжают работы по обеспечению газовой безопасности граждан. Подготовка к лету. Глава округа встретился с представителями местного бизнес-сообщества и обсудил упрощение процедуры открытия летних веранд. Жилищные вопросы. Дмитрий Голубков встретился с жителями села Ромашково. Они обсудили проблемы ЖКХ. День Победы. В Одинцове состоялась церемония закрытия второго международного кинофестиваля. Восхождение к искусству. В Одинцове провели концерт «Классный мюзикл». Борьба сильнейших. В Звенигороде прошел финал первенства Московской области среди юношей по баскетполу. Сегодня 4 мая. В этот день в 1113 году на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах. Один из самых выдающихся деятелей Древней Руси. Первый серьезный реформатор. Правление Владимира Мономаха позволило объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности. Чем еще запомнился сегодняшний день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 4 мая 1961 года в Советском Союзе приняли указ об усилении борьбы с тунеядством. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих стали применять принудительный труд. Те, кто не работал в течение 4 месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности, так как каждый советский человек был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века были поэт Иосиф Бродский и историк-публицист Андрей Амалерик. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. 4 мая во всем мире отмечают свой профессиональный праздник мужественные и бесстрашные пожарные. В любое время дня и ночи готовые спасать людей, животных, природу и имущество. Также сегодня отмечают День птиц и День собачьего счастья. 4 мая родилась британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар», икона стиля Одри Хёкберн. Римские каникулы, «Депрощенная», «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Утонченная красота» наряду с актерскими способностями обеспечили Одри головокружительную карьеру в кино. Но в историю она вошла еще и своим умением держаться на публике с достоинством. До конца жизни актриса все свое свободное время посвящала благотворительности и общественной деятельности, была специальным послом ЮНИСЕФ. Также сегодня родились российский политический и общественный деятель, революционер Александр Керенский и народная артистка России Татьяна Самойлова. И к другим новостям. Своевременная замена изношенного газового оборудования и использование системы автоматического контроля с газованностью позволяет минимизировать риски использования газа в быту. Так, по программам «Гибкая подводка» и «Установка датчиков утечки газа» в Одинцовском округе продолжают работы по обеспечению газовой безопасности граждан в многоквартирных домах. Неисправные газовые приборы зачастую становятся причиной аварии, взрыва или пожара. А вовремя обнаруженная утечка газа может спасти жизни. В Одинцовском округе продолжается масштабная работа по обеспечению газовой безопасности граждан в многоквартирных домах. Глава округа Андрей Иванов держит этот вопрос на личном контроле. Пришли проверить, как занимаемся газовой безопасностью, как меняем датчики, где-то, где необходимо. Меняем подводку, вот эти трубы, трубки, которые идут в газовое плетение, если они вышли из строя. В рамках реализации программ «Гибкая подводка и установка датчиков утечки газа» жителям многоквартирных домов в качестве профилактических мер заменяют газовые шланги и размещают систему контроля загазованности, предназначенную для обнаружения превышения концентрации голубого топлива в помещении. Комплектация системы состоит из датчика загазованности, который подает сигнал на установленный клапан на текущем газопроводе перед гибкой подводкой и при утечке газа начинает срабатывание. Датчик улавливает концентрацию газа и подает сигнал на перекрытие текущего газопровода. Виктор Васильевич с семьей проживает в многоквартирном доме с 1990 года. За это время с проблемой утечки газа не сталкивался, но, узнав о программе, не задумываясь, подал заявку на участие. Увидел на стенде, что будут устанавливать, а потом я еще получил платежку. Там написано, что с июля где-то будет, у кого не будет такого датчика, то увеличат плату. Ну, я думаю, ну-ка, давай, зашевелился. Специалисты приехали быстро. Установка оборудования заняла не более 45 минут. Жильцы дома остались довольны. Сейчас все работает, кран открыт. Все, пожалуйста, горит. Ну, поскольку утечки нет, всегда он молчит. Нет, нет, это рекомендую всем. Всем рекомендую. Это безопасность. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». Количество посетителей парков и лесов ежегодно растет. При этом горожанам интересны не только прогулки, но и возможность посетить летние кафе. В связи с этим губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил об упрощении процедуры открытия летних объектов для предпринимателей. Глава округа Андрей Иванов встретился с представителями местного бизнес-сообщества и обсудил это новое введение. Репортаж Полины Баховой. Летние кафе – одно из любимых мест отдыха для городских жителей. Теперь процедура их открытия для предпринимателей упрощена. Работу сезонных ресторанов и кафе в зонах отдыха на совещании с правительством и главами округов обсудил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там все должно быть организовано. И это искусство директоров парков. Важно, чтобы все было доступным и тем, кто занимается ресторанами, летними кафе, выездной торговлей. Сезон летних кафе в Московской области стартовал 1 апреля и продлится до 1 ноября. Ранее срок предоставления оформлению услуги по размещению таких мест отдыха составлял 30 рабочих дней. Теперь этот срок значительно сокращен. Срок оказания услуги составляет 2 часа, если это место включено перечень места. Если место не включено перечень, то срок оказания услуги составляет до 14 дней. Новый подход к размещению летних кафе уже опробовали предприниматели Одинцовского округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с представителями бизнеса. Они отозвались о новой цифровой муниципальной услуге по размещению торговых объектов как достаточно интересном и простом способе. На всем пути сотрудники администрации помогали, сопровождали, облегчить этот вопрос владельцам бизнеса. Потому что у меня это заняло прям очень быстро. Все документы были подписаны в течение двух часов. И я уже мог приступать к строительству. Всего на территории области этим летом будет функционировать более 800 различных сезонных заведений общественного питания. Полина Бахова, телекомпания Одинцова. С 1 мая в Подмосковье в рамках проекта «Кинопарк» стартовали первые бесплатные уличные показы в летних кинотеатрах. В течение месяца пройдут 42 кинопоказа на 18 площадках. Репертуар состоит из лучших современных российских картин, анимационных фильмов и классики советского кинематографа. Ко Дню Победы запланированы показы кинокартин патриотической тематики. Вход свободный. О других новостях региона смотрите прямо сейчас. В преддверии одного из самых главных праздников нашей страны волонтеры вместе с жителями и гостями региона написали почти 15 тысяч писем ветеранам и участникам спецоперации. Акция проходит по всей области. Центральной точкой в этом году стал музейный комплекс «Дорога памяти» 1418 шагов к победе около главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Письма дадут до адресатов к 9 мая. Все поздравления ветеранам передадут активисты движения «Волонтеры Подмосковья». А на передовую их доставят вместе с грузом акции «Доброе дело», который в ближайшее время отправится из Московской области в Донбасс. На портале Добродел завершили голосование по выбору места размещения площадок для выгула собак. От жителей Подмосковья поступило более 14 тысяч предложений. На онлайн-карте отметили около полутора тысяч предполагаемых мест. Информацию проанализируют и направят в администрации городских округов. Там, где это возможно, внесут соответствующие изменения в планы благоустройства. На площадках появятся разного рода ограждения, покрытия, объекты для дрессировки, информационные стенды и освещения, а также скамьи и урны. Сейчас на территории региона действует около 200 площадок. С 2021 года 90% новых пользователей регионального портала имеют подтвержденную учетную запись ЕСИА. Это открывает полный доступ к электронным государственным услугам и сервисам. Система удостоверяет личность и позволяет использовать единый логин и пароль для авторизации на разных государственных порталах. Бизнесу она нужна при регистрации ИП, юрлица или присоединении сотрудника к организации. Проверить тип учетной записи можно на портале Госуслуг Подмосковья. С помощью сервиса узнать тип моей учетной записи ЕСИА. Дмитрий Голубков и представители ЖКХ встретились с жителями села Ромашково. Грязная вода, частые поломки трубопровода и постоянные перебои с водоснабжением доставляют много неудобств. Вместе они обсудили возможные пути решения проблем. Продолжит Полина Бахова. Вот это вот жители набрали у себя, это мы набрали здесь сейчас. Ну, прям зашли вот. Говорят, что у них такая же вода, но через два часа она будет вот такой. Воду из своего крана жители Ромашково принесли на встречу с депутатом МОСОБЛДУМ от Единой России Дмитрием Голубковым не просто так. Даже визуально она выглядит не очень приятно. Качество воды здесь давно оставляет желать лучшего. Самое больное место у нас на нашей улице. Вода. Совершенно некачественная. Ранее я жила на улице колхозной, это Нижняя Ромашково. Там водопровод 70-х годов, чуть попозже его проложили. Там жесткость. Там унитазы и ванны. Если вдруг ты уехал куда-то, приезжаешь, вот такой слой известий. Кроме жесткости воду часто отключают из-за прорывов и аварий. Трубам здесь не один десяток лет. Они давно проржавели и требуют замены. Эту проблему надо решать, прежде всего, уверяют жители. Отключение происходит из-за прорывов труб. То есть мы не выжалуемся на работу водокачки. Работа водокачки, когда были жалобы, их исправили, поставили новые насосы. Мы ничего не можем по этому поводу, ну по крайней мере по нижнему ромашку можем сказать. Но прорывается постоянно где-то труба. Вместе со специалистами ресурсно-снабжающей организации обсудили возможные пути решения этих задач. Дмитрий Голубков предложил продумать поэтапный план рассчитать затраты. Сейчас коллеги посчитают расходы, которые требуются на перекладку. И нет, нет. Коширина нашла. Ну еще бы. Мы этого... Проверьте, что будет с Кошириной. Прошу вас, протокол занесите. На данный момент в рамках реализации государственных программ уже запланированы работы по реконструкции местного ВЗУ к 2025 году. Кроме того, разрабатываются проекты по замене сетей водоснабжения. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Церемония закрытия второго международного кинофестиваля «День Победы» состоялась в Доме культуры «Солнечный». Фестиваль посвящен подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Всего на разных площадках Москвы и Подмосковья показали 52 картины. Екатерина Крамор с места событий. О подвиге девяти разведчиков в ходе освобождения Крыма в годы Великой Отечественной повествуют фильм «Девять героев», который завоевал гран-при второго международного кинофестиваля «День Победы». Всех солдат этого подразделения наградили званием Героя Советского Союза. Долго, достаточно долго работала, где-то около года, может быть, чуть меньше, около года работали над этим фильмом. Была очень длительная работа в архивах, потому что очень мало документов по этому подвигу. Нам пришлось достаточно серьезную работу провести, искать помимо архивных документов в Крымском архиве, в Государственном архиве. Всего за время кинофестиваля было показано около 50 художественных фильмов, которые посмотрели порядка 6 тысяч зрителей. В основную конкурсную программу вошли 27 кинокартин. Я очень рада, что Одинцовский городской округ, сфера культуры нашего округа выдержали высокую планку международного уровня кинофестиваля. На кинофестиваль представлены как художественные, так и документальные фильмы. И наши площадки на которых проходили кинопоказы, творческие встречи, круглые столы. Это дома культуры и наши библиотеки. Работа в архивах, поиск героев и локаций, выезд по городам. Все участники ответственно подошли к своим кинофильмам. Каждый смог показать именно ту часть войны, которая была менее известна. Многие военные историки не знают, что существовали такие оленно-транспортные и оленно-лыжные батальоны. То есть, скажем так, была оленная армия. То есть, что кочевые народы с севера уходили на фронт со своими оленями и защищали арктические рубежи родины. Кинофестиваль «День Победы» застоялся при поддержке президентского фонда культурных инициатив и показал высокий уровень организации в округе. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Всех, кто профессионально или на любительском уровне увлекается фотографией, приглашают принять участие в фестивале «Золотая черепаха» в номинации «Дикая природа Москвы». Это масштабный эколого-образовательный проект, который через искусство пропагандирует бережные отношения к природе. Работы принимаются до 31 июля. 10 лучших снимков выставят в новой Третьяковке, а их авторы получат памятные призы и грамоты. О других событиях столицы расскажем прямо сейчас. Майские выходные для жителей продолжат работать горячей линией городских служб. Специалисты круглосуточно помогут с разными вопросами, включая любые транспортные услуги, оплату парковки, вызов такси, помощь с регистрацией по новому адресу и даже уход за домашними животными. Стартовал прием заявок на участие в национальном турнире в области авиационной робототехники. Авиароботехстарт Продемонстрировать свои силы могут команды в составе до четырех человек. Они будут соревноваться в теории сборки, настройки и управлении полетом беспилотной авиасистемы, в программировании автопилота и многом другом. Подать заявку на участие можно до 10 мая на официальном сайте проекта. В Москве пройдет конкурс для молодых граффити-художников проекта «Стены». Участие смогут принять все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. На первом этапе пройдет заявочная кампания, на втором состоится голосование, на котором выберут победителей. 11 лучших работ нанесут на распределительной подстанции в столице. Отправить заявку можно на официальном сайте проекта, загрузив свое портфолио и макеты для конкурса. Далее в программе вы увидите «Восхождение к искусству». В Одинцове провели концерт «Классный мюзикл». Борьба сильнейших в Звенигороде прошел финал первенства в Московской области среди юношей по баскетболу. Про людей своими воспоминаниями с ОТВ поделился участник Великой Отечественной войны Геннадий Ковалев. Концерт «Классный мюзикл» прошел в Центре эстетического воспитания в рамках проекта «Музыкальный абонемент «Восхождение к искусству». Ученики объединения «Юный пианист» исполнили музыкальные композиции из российских и зарубежных мюзиклов. Репортаж нашего корреспондента. Глядя на этого виртуоза и не скажешь, что за клавиш он сел не так давно. На сцене за роялем Иван Гусев исполнил легендарную композицию группы «Битлз», да еще под собственный аккомпанемент. И это лишь одно из его выступлений, на конкурсе «Классный мюзикл». Ну вот мне очень радостно, потому что я просто обожаю играть на пианино, и для меня это праздник вот тут выступать. Тут очень хороший звук, очень хороший рояль. Проект «Музыкальный абонемент», в рамках которого проходит конкурс, это настоящее погружение, говорит педагог в мир музыки, вокала и хореографии. Это не просто концерт, где исполняются дети выходят и исполняют просто музыкальные номера, это некое театрализованное представление. То есть здесь будут исполняться фортепианные произведения, также вокальные и хореография. И все это будут фрагменты из разных мюзиклов. На конкурсе ребята с 7 до 14 лет исполнили композиции зарубежных и российских мюзиклов. Постановками занимались профессиональный педагог и режиссер. В абонементе приняли участие несколько творческих объединений. Это объединение Дети Солнца, образцовый коллектив, это хореографический коллектив, студия современной хореографии. Каждый выход на сцену для ребенка одновременно и волнение, и праздник. Ведь исполнение для большого зрительного зала это своеобразная победа над собой и подведение итогов многодневных усердных репетиций. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. В Звенигороде прошел финал первенства Московской области среди юношей по баскетболу. Спортсмены из 12 команд демонстрировали свое мастерство в течение шести месяцев. По итогам в финальной игре за первое место сразились четыре команды. Команда Александра в прошлом году победила на финале четырех, который проводился в другом городе. Сейчас ребята своего призового места уступать не стали и в очередной раз одержали победу. Только уже на домашней площадке Звенигородские спортсмены обыграли все команды противников в финале первенства Московской области среди юношей по баскетболу. Подготовка будет к следующему сезону, потому что противники будут не самые слабые. Летом будут проводиться сборы с командой и многие ребята сами подготавливаются. К примеру, ходят на площадки, смотрят многие матчи баскетбольные и в принципе развиваются. Подготовка шла прошлым летом и на протяжении всего сезона ребята поддерживали себя в отличной спортивной форме. Регулярные тренировки, дисциплина и результат налицо. Тяжело добывается победа, но мы работаем над этим. И сейчас вот команда юношей 2007-2008 года прошла регулярный сезон без поражений и выиграла в полуфинале. Даже после такой победы команда из Венигорода не привыкла расслабляться. Лето у парни уже распланировано. Многочасовые тренировки на сборах и конечно же оттачивание своего профессионального мастерства. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. А теперь о том, что происходит в мире. Ученые Чили и Австралии нашли древнее дерево кипарис. Возможно, его признают самым древним растением на земле. После проведенного компьютерного исследования система оценила возраст дерева на минуточку в 5484 года. О других событиях в мире смотрите в нашей следующей рубрике. Физики из России вместе с итальянскими коллегами разработали так называемые перавскитовые солнечные элементы, которые повышают эффективность солнечных батарей. Благодаря им ученые смогли увеличить эффективность преобразования света в электричество. По словам авторов, это не предел эффективности гибридных солнечных батарей. В будущем такие устройства можно будет применять для выработки электричества в космосе и для развития автономных маломощных гаджетов. Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией. В ходе встречи две страны решили дополнять друг друга в особо технологичных отраслях. Также обмениваться важной информацией и помогать развитию рынка. На уровне правительства еще необходимо вырабатывать инструменты поддержки экспорта. Сотни окаменелостей древних морских организмов нашли в Британии. Семейная пара докторов наук обнаружила их в карьере в британском Уэльсе. Организмы опитались здесь около 460-70 миллионов лет назад. Среди них останки червей, морских звезд, губок, ракообразных и вымерших членостоногих. Все артефакты на удивление хорошо сохранились. В 1944 году он обучился на радисты и обеспечивал связью командование. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и в разгроме фашистов в Германии. Своими воспоминаниями о войне поделился участник Великой Отечественной Геннадий Ковалев. Репортаж нашего корреспондента. На этой фотографии Геннадию Михайловичу 20 лет. Самый рассвет юности, который парень провел на полях сражений, мужественно защищая свою родину. Он был призван на войну 17-летним подростком в ноябре 1943-го. Именно тогда попал под Ташкент, где и начал обучаться мастерству радиста. А уже в мае 1944-го его направили в 109-й полк связи 1-го Белорусского фронта. С тех пор совсем юный солдат участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии в Германии. Буквально недалеко находились от Берлина и вдруг разведка доложила, что в лесу слева от нас наступление большое сосредоточение немецких войск. И тут некоторые части повернули налево и передали на первый украинский фронт, и они оттуда, и мы так окружили 190 тысяч немцев. Главная задача, которая стояла перед ним, обеспечить командование бесперебойной и надежной связью. Зачастую военные задачи необходимо было выполнять под шквальным огнем врага, но связисту бесстрашно нес свою службу. Великая отечественная для Геннадия Михайловича закончилась под Бранденбургом. Уже ночью как связисты нам сказали все, подписан договор, или не договор, капитуляции немцы и так далее. А уже 9-го нас построили полк и объявили официально, что Германия капитулировала, война закончилась, но мы были рады, что выполнили задачу по ее уничтожению. Уже после войны в 1949 году Геннадий Ковалев окончил Львовское военно-политическое училище, затем военно-политическую академию имени Ленина. До увольнения из армии в 1974 служил в ракетных войсках стратегического назначения. Сейчас Геннадию Михайловичу 96 лет, на его груди множество боевых орденов, а в памяти военных воспоминаний. Но самое главное в его сердце это любовь к своей родине. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. И о погоде. По прогнозам синоптиков в четверг будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12-14 градусов тепла, ночью плюс 6-8. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56 процентов. Геомагнитное поле спокойное. Сегодня будет спокойный и приятный день. Посвятите его важным встречам, а вечер уделите близким. Подробности в Гороскопе далее. Овны. Действуйте решительно и не теряйте время напрасно. Будет шанс одержать верх над сильными соперниками и успешно завершить работу над сложным и важным проектом. Тельцы. День может начаться с недопонимания с окружающими, но торопиться с выводами не нужно. Все может измениться в лучшую сторону. Близнецы. Сегодня всем будут нужны ваши идеи и эмоциональная поддержка. Вероятно, придется отложить собственные дела, чтобы решить чужие проблемы. Раки. День начнется удачно. Это подходящее время, чтобы вернуться к старым идеям и планам. Будет шанс воплотить задуманное в жизнь, а у некоторых появится новый источник доходов. Львы. Серьезные дела и важные встречи лучше планировать на вторую половину дня, потому что утро едва ли обойдется без разногласий с окружающими. Девы. Сегодня многое зависит от того, насколько вы уверены в своих силах. Откроются новые возможности в деловой сфере, поэтому прислушайтесь к интуиции и действуйте решительно. Весы. День не обойдется без стрессов, но вероятны и хорошие новости. Некоторые найдут неожиданное применение своим талантам или поймут, как превратить давнее хобби в источник доходов. Скорпионам очень трудно будет сохранять спокойствие в первой половине дня. Сосредоточьтесь на делах, с которыми можете справиться самостоятельно. Стрельцы. Первая половина дня будет благоприятной для серьезных дел. Многие ваши идеи окажутся великолепными, а реализовать их будет достаточно легко. Козероги. Вы добьетесь успеха, если будете прислушиваться к интуиции. Ваши желания могут не понравиться окружающим, но переживать из-за этого не стоит. Чуть позже все поймут, что вы нашли лучшее решение из всех возможных. Водолея. Любые серьезные разговоры стоит вести в начале дня. Вы произведете благоприятное впечатление на новых знакомых. Понравитесь тем, с кем хотели бы сотрудничать. Рыбы. Постарайтесь ни о чем не беспокоиться. Начало дня может показаться довольно неудачным, но многое встанет на свои места. Вскоре вы найдете способы справиться с проблемами и новыми задачами. На этом у нас все. С вами была Ольга Дмитриева и Елена Краева. До новых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова